Здравствуйте, друзья! В эфире свежий выпуск 3D News Daily с подборкой интересных новостей из мира хай-тек. Вчера ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс-МС» взлетела с космодрома Байконур. Старт, за которым все желающие могли следить с помощью прямых трансляций, прошел успешно. После выведения на орбиту корабль возьмет курс на МКС и пробудет в режиме автономного полета двое суток. Напомним, что это первый запуск «Союз-2.1а» после аварии 28 апреля, в которой был потерян «Прогресс-М-27М». Два предыдущих грузовика выводились на орбиту ракетами «Союз-У». Ну а новейшая на данный момент модификация «Прогресса» уже завтра доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн грузов. Стыковка должна произойти в 13.31 по Москве. Если вы регулярно путешествуете по сети, то, несомненно, вам знаком код 404. Иногда приходится натыкаться на 302, означающий, что страницу временно перенесли. Ну а теперь нам станет попадаться на глаза еще и код 451, который был введен Инженерным советом интернета для повышения прозрачности. Если вместо содержимого интересующей страницы вы видите это обозначение, значит, хост заблокировал доступ к странице по юридическим причинам. Привет, Роскомнадзор! Согласно спецификации, ответ от заблокированной страницы содержит не только код, но и пояснение о том, кто и на каком юридическом основании наложил запрет. Впрочем, применение кода 451 не обязательно. Веб-разработчики сами решат, встраивать его в свои ресурсы или же нет. Но, думая, с этим заинтересуются многие, как минимум те, кто оценил отсылку к антиутопии 451 градус по Фаренгейту Рея Брэдбери. Поход в магазин одежды с девушкой – затея не на пять минут. Там вообще ничто не измеряется в минутах. То размер не подходит, то цвет, то еще что-нибудь такое, о существовании чего мужчины даже не подозревают. Страшно представить, как растянется этот процесс, если стартап Oak Labs начнет набирать обороты. Эти ребята разработали умное зеркало для примерочной. Оно позволяет изменить свет в помещении, просмотреть ассортимент магазина, вызвать консультанта с вещью желаемого размера и воспользоваться рекомендациями, которые составляются на основании уже отобранных вами вещей. Это делается с помощью сканирования радиочастотных меток. Пока прекрасная дама балуется зеркалом, а ее кавалер в сотый раз смотрит на часы, в базу розничной сети поступает статистика, сколько времени покупатель провел в примерочной, как много вещей с собой принес, что в итоге приобрел и так далее. Пока что увидеть зеркало в действии можно только в центральном магазине Ralf Lauren в Нью-Йорке, но появление его в других магазинах лишь вопрос времени, ведь аналогичные стартапы сейчас расцветают в Японии, Великобритании, Южной Корее и других странах мира. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова